Далее коротко о некоторых других событиях в нашей постоянной рубрике Дайджест. Вопросы о том, как извлечь народное тело из дыхательных путей пострадавшего, в каких случаях нужно извлекать пострадавшего из салона автомобиля, какую помощь нужно оказывать при признаках термического ожога, как правильно располагать руки при сердечно-легочной реанимации. Обратить внимание на изменения в билетах сотрудники ГИБДД рекомендуют не только курсантам, но и бывалым водителям. В связи с 32-летним со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и в рамках проведения Дня памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, 26 апреля в Кунгуре пройдет памятное мероприятие. По традиции встреча участников ликвидации и последствий аварий в техногены катастрофы пройдет у обелиска молчащий колокол в 12 часов. Часом позже в 13 часов в театре молодежи пройдет тематическое мероприятие. Эхо Чернобыля. Транспорт для участников мероприятия будет предоставлен к 11.30 к администрации Кунгурского муниципального района. Уже в эту субботу, 21 апреля, во Дворце культуры машиностроителей состоится праздничный концерт, посвященный празднику Святых Жен Мироносец. Начало в 14 часов. А для тех, кто по каким-то причинам не сможет прийти на праздник, то 22 апреля, воскресенье, аналогичное мероприятие под названием «В мир приходит женщина, чтобы мир спасти» состоится в центре досуга Нагорный. Начало в 11 часов. Вход на мероприятие свободный. Стали известны результаты тотального диктанта. В минувшие выходные все желающие по всей стране смогли проверить свою грамотность. Таковых оказалось почти 230 тысяч россиян. В Кунгуре текст под диктовку написало около двух сотен человек, что, несомненно, выше прошлых лет. В это число входят участники Кунгурского муниципального района. В этом году они написали текст впервые. К сожалению, далеко не все смогли грамотно написать тотальный диктант. Из 195 работ оценку «Отлично» получили лишь 6 кунгуряков. Остальные результаты организаторы по традиции публично не разглашают. Однако каждый может посмотреть свой итог, смотивировав себя стать грамотнее к следующему году.